21 июля. Прекрасное летнее утро. Вот мы любим там заниматься голоданием, дыханием, питанием, но вот разбором таких вот конфликтных ситуаций, но на основе, как вот у меня, плагиат. То есть у каждого человека бывает так, в жизни ни с того ни с чего возникает такая какая-то ситуация, он ее даже не затевал, но оно возникло. И вот как ее проходить? Именно проходить, потому что они нам не даются для того, чтобы мы становились более духовно зрелыми, понятливыми, а мы пытаемся что-то это как-то избежать, затаить в себе. Все это ведет к тому, что именно вот такие вот неразрешенные психологические вещи оставляют в наших полях семена, из которых потом постепенно вырастают болячки, явные, больные. А мы все удивляемся, а что ж такое вот тут? Суставы заболели? Или еще что-то у нас заболело? абсолютно не связывается с тем, что у нас в нашем сознании, на наших чертах характера паразитируются своеобразные такие лярвы, как их называют, болезни. Ну и прочие-прочие вещи, которые нам абсолютно не нужны ни для здоровья, ни для жизни в целом. И вот на это вот видео можете там несколько так нерельефно все это рассказал, как-то не акцентированно выделил что-то. Потому что эта тема довольно-таки трудная для изложения. Вроде как понимать понимаешь, а изложить так просто и ясно не всегда получается. Но тем не менее, они постоянно возникают у каждого человека. Вот как он только стал таким мыслящим и пошло у него. Игрушку забрали, это что-то не додали, это там обошли, или это что-то надо доказать. И пошло-поехало. Поэтому особо обратите внимание на это видео. Это именно не жалоба, а разбор того, как лично я выхожу. Может у вас какие-то там другие будут методы или понимание, как выходить из этой ситуации. Нежели просто так отмахнуться и все. Связи возникают между людьми, которые что-то тебе сказал, ты ему в ответ. Уже связь, ты опутан паутинкой. И бывает довольно-таки крепенькой паутинкой. Вот сегодня мне приснился сон, после всех этих видео, что я буквально таки лежу обмотанный змеями. Чувствую, как они тут ползают по моему телу. Страха нет, но вот это вот ощущение, что ты лежишь в змеюшнике. Вот это довольно-таки интересное явление. Не все так просто. Не все так просто, далеко не все просто. Ну и наконец-таки, вот сейчас я там читаю, разборки между блогерами идут. Кто-то более популярный, кто-то менее популярный. И считают, что это вот плохо, что-то там такое говорить, писать. Вот этот вот, мол, популярность заимел, можно сказать, несправедливо с его точки зрения, на каких-то там низменных мотивах. Вот у него в десятки раз больше, а то и в сотни. Ну, что сказать? Что сказать? Смотреть, чему вы следуете. Популярность и заработок на популярность это одно. Ну, допустим, о чем-то там дельном так рассказывать. И говорить, что это дело довольно-таки трудное вообще-то. Это совершенно другое. А вот тот говорит, чашка там какого-нибудь чая или еще чего-нибудь, и вы здоровы на 20 лет вперед. А ты говоришь, да нифига такого не может быть. Тут каждый день надо идти в бой, как говорил Виталий Караваев. Вот. И в заключении, что хочется сказать. Это то, что вроде бы болезни, я уже об этом говорил, вроде бы болезни, вот есть сосудистые, есть сердечные, есть или еще какие-то группы болезней. Но каждый их наживает по-своему. И поэтому должен быть свой подход к этому. С каких истоков она началась. А мы пробуем сразу же рубануть и все, чтоб всем подходило. Не бывает такого. И отсюда получается, что врачевание в целом, это уже искусство. Искусство, а не просто там. И как правило, я опять-таки на этом настаиваю. Болезни возникают не просто так. Они возникают от твоего образа жизни, который складывается с мышления, питания, движения, как ты в распорядок дня вписываешься. То есть вот они, четыре вещи, которыми ты руководишь и добиваешься того или иного результата. Ну, плюс паразиты, никуда не денешься. Сейчас кругом. Все загажено. Все в паразитах. Да это так и было. Это просто особо не обращали внимания. Вот. Поэтому здесь должна быть самостоятельная работа. А не просто ты букет нажил этих заболеваний, принес к врачу, говоришь, лечите. А он тебе в ответ на этот букет кучу таблеток только опа, выписал. Ну и что? И он прав. То есть когда сам подход основополагающий неправильный, то и следствие идут уродливые, порождающие еще больше проблемы, нежели с которых все это дело началось. Вот это особо я хотел бы заметить. Особо, да. Доброго здоровьица. Ну что, вот мои друзья бегут. Где-то даже юные блогеры. Приветствую. Приветствую. Разминочный кружок. И вот мы в лодке, да. Доброго здоровьица. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч. До свидания! До свидания. since